Иисуса Навина 1.8 Слава Господу! Иисуса Навина В 8 стихе написано «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней, день и ночь». Над чем вы размышляете? Над Божьим словом. День и ночь размышляете, когда вы размышляете о проблемах, день и ночь, как это называется? Волнение. И так же, как размышление о Божьем слове может реализовать то, о чем вы размышляете, так и волнение, размышления о проблемах могут сделать реальностью то, о чем вы беспокоитесь. Волнение — это грех. «Но поучайся в ней, день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В расширенном переводе Библии это звучит так. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно и добьешь успеха». Задумайтесь об этом обетовании. Даже если вам придется начать с пяти минут в день, размышляйте об этом одном стихе, о котором вы молитесь. Делайте это, прочтите, подумайте, прочтите двенадцать раз, поразмышляйте, прочли, поразмышляйте, делайте это пять минут в день. И что-то произойдет внутри вас, потому что так вы созидаете себя изнутри. Это не просто работа интеллекта, когда вы заучили стих наизусть. Конечно, вы заучите стих наизусть, но не в этом дело. Если дать вам в руки микрофон, вы сможете проповедовать тридцать минут об этом стихе, потому что вы так долго о нем размышляли. Иисусу Навина 1.8 «По мере того, как вы будете питать себя Божьим Словом, размышляя над Ним, вы будете обретать способность использовать тот или иной отрывок Библии против бесов, которые будут стараться заставить вас усомниться в Боге и которые будут стремиться лишить вас того, к чему вы стремитесь. Когда вы размышляете над тем или иным отрывком Библии и обретаете крепкую уверенность в его истинности, враг обязательно явится, потому что он очень не хочет, чтобы вы обрели эту уверенность внутри себя. И враг всегда готов предложить другой вариант, противоположный вариант. Некоторые люди молятся без Божьего Слова, и когда не получают никакого ответа, думают, что это Божья воля. Некоторые люди молятся без Божьего Слова, и когда не получают никакого ответа, думают, что это Божья воля. «Я просил Бога истелить моего ребенка, но он не стелил его, значит, болезнь моего ребенка — Божья воля». Нет, это не может быть Божьей волей. В 118-м псалме написано «Сокрой Божье Слово в сердце своем, дабы не согрешили против тебя». Как же сделать, чтобы Божье Слово было сокрыто в нашем сердце? Нужно размышлять над Божьим Словом. Когда приходит дьявол, когда приходит сомнение, когда приходит другой вариант, вы должны понимать Божье Слово и использовать его против дьявола так же, как Иисус использовал его против него. В Евангелии от Матфея, 4 главе, 7 стихе. Давайте откроем этот отрывок еще раз. Не надейтесь, что Он не придет, потому что Он обязательно придет и будет искушать вас. Евангелия от Матфея, 4 глава, 7 стих. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от Меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. Так же будет и с нами. Если мы будем бороться с дьяволом, используя Божье Слово, если мы будем противостоять Ему Божьим Словом, вы не увидите, как это работает, если вы хотя бы раз не попробуете. Если вы не попробуете, вы так и не узнаете, как это действует. Дьявол придет, чтобы искушать вас, и вы должны знать Божье Слово, потому что искуситель постарается повести вас в другом направлении. А разве вы сможете сказать написанное, если вы не проводите в Божьем Слове времени, чтобы знать, что там написано, а что нет? Христиане пытаются быть христианами без Божьего Слова. Так не бывает. Так ничему не получится. Ваша сила в Его Слове. Его сила — это Его Слово. Инвестируйте свои усилия в Божье Слово, которое есть Божья Сила. Я слышал историю об одном проповеднике, у которого был Бронхит. Он согласился в молитве с другим верующим. Они исповедовали стихи из Матфея 18 и 19, где написано, что если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Небесного Отца. Они стояли в вере вместе, однако симптомы опять вернулись. Но симптомы болезни не определяют, является Божье Слово истиной или нет. Божье Слово истинно, независимо от наличия или отсутствия симптомов. Однако порой мы позволяем болезненным симптомам диктовать нам. Мы говорим, «Если бы я действительно был исцелен, если молитва согласия на самом деле подействовала, то откуда эти симптомы?» Ответ прост. Дьявол не хочет, чтобы вы твердо верили в истинность Божьего Слова. Поэтому всегда будет нечто противное Божьему Слову, которое вы взяли из основания молитвы, чтобы вы утратили свою веру в Него. Дьявол сделает все, чтобы вы перестали благодарить Бога. Теперь вы больше внимания уделяете симптомам, и вот вы уже человек с двоящимися мыслями, а сомневающийся человек неустойчив. И Библия говорит, «Да не думает такой человек получить что-то от Господа». Вот поэтому вы должны получить Слово от Бога. Вы будете убеждены, это Божья воля. И какими бы ни были симптомы, что бы ни говорили врачи, я буду верить в Божье Слово. Вот здесь написано «Божья воля». Она прямо здесь. Я могу прочесть ее хоть пять, хоть шесть раз. Всякий раз, когда появлялись симптомы, он раскрывал свои уста и говорил, «Я благодарю Бога за то, что если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от небесного Отца». Симптомы проходили, но потом опять возвращались. И он вновь говорил, «Я благодарю Бога за то, что если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от небесного Отца». Симптомы вернулись в третий раз, но он не сдавался. «Я благодарю Бога за то, что если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Небесного Отца. Мы согласились в том, что я исцелен. И после третьего раза эти симптомы больше не возвращались. Это и есть подвиг веры. Держитесь Божьего Слова. Давайте откроем Первое Послание Тимофею, 6 главу. Первое Послание Тимофею, 6 глава. Есть много неосвязаемых вещей, которые необходимы для того, чтобы сделать нас успешными в молитве. Давайте прочтем 12 стих. Готовы? Читаем. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Здесь он говорит нам о том, что такое добрый подвиг веры. Подвиг веры — это когда вы открываете свои уста, чтобы сказать то, что у вас в сердце. Подвиг веры — это когда вы открываете свои уста, чтобы сказать то, что у вас в сердце. Вот поэтому так важно, чтобы этот стих был в вашем сердце. Ведь когда вы столкнетесь с противником, вы должны быть в состоянии открыть свои уста и произнести то, что у вас в сердце. А сталкиваться с противником вы будете в 99% случаев. И в 100% случаев вы будете открывать уста и говорить то, что у вас в сердце. Но если у вас в сердце ничего нет, если вы вышли на поле боя без оружия, то как вам быть, когда вы встречаетесь с противником? Вы хватаетесь за эмоции, за какие-то религиозные штучки, потому что в вашем сердце нет знания Божьей воли. Но когда в вашем сердце есть знание Божьей воли, вы можете совершать добрый подвиг веры. Когда вы размышляете над Божьим Словом и обретаете уверенность в Нем, тогда вы можете совершать добрый подвиг веры. И когда дьявол приходит, чтобы убедить вас в том, что вы не можете получить то, во что верите, вы открываете свои уста и провозглашаете Божье Слово. И вы можете сделать это два-три раза. Сколько раз Он будет приходить, столько вы будете отвечать Ему. Это и есть добрый подвиг веры. Когда вы говорите Божье Слово своими устами, говорите то, в чем вы совершенно уверены в своем сердце. Это и есть первый шаг. Если вы усвоите это, уже первый шаг раздавит дьявола. Результаты, которые вы можете получить хотя бы в этом, если вы найдете библейский стих в отношении вашей ситуации, сделайте вот что. Какая у вас ситуация? Подберите стих. И когда вы придете домой сегодня вечером, используйте этот стих в своей битве. Вам не нужна сотня стихов. Одного хватит. Один стих, который говорит прямо о том, в чем вы нуждаетесь. Это то, что мне нужно. А потом возьмите эти слова с собой в молитву. И как я уже говорил, помолитесь об этом один раз, а потом лишь напоминайте Богу об этом стихе и благодарите его за ответ. Хорошо? Второй шаг. Есть ли вопросы о первом шаге? Вы все поняли, в чем заключается первый шаг? Все достаточно просто, не так ли? Есть одна сложность в первом шаге. Нужно сделать этот шаг. Сделаете ли вы этот шаг? Религиозные люди... Я не называю вас религиозными людьми. Религиозные люди говорят, «Все это не нужно». Это не нужно. Нужно пойти к Богу и поговорить с Ним, как с другом. Я не возражаю против того, чтобы поговорить с Ним, как с другом. Но если вы хотите получить просимое, если вы хотите воспользоваться данной вам властью, тогда вам придется сотрудничать с Богом. Вам придется прийти в согласие с Его Словом. Придется укрепиться в Его Слове, чтобы обрести уверенность. И тогда вы будете молиться, уверенные в том, что Он слышит вас. И вы получите то, о чем молитесь. То есть все это нужно, если вы хотите получить просимое. Но если вы просто хотите быть белыми и пушистыми, тогда можете следовать религиозным ритуалам. Но ответов не будет. И через 10 лет вы будете такими же, как сейчас, потому что вы не взаимодействуете с системой. Это молитва, как учит Новый Завет. И когда вы следуете этим принципам, ваша молитва становится эффективной. Так почему же не начать сейчас? Кто-то может сказать, а что если я начну сейчас, пройдет 5 лет, а результата все равно не будет? Друг мой, если ты начнешь сейчас и будешь делать то, что должен, тебе не потребуется 5 лет, но ты должен решить для себя, если я буду готов ждать вечно, мне не придется долго ждать. Под кем должно быть ваше отношение? Я не могу заставить некоторых продержаться хотя бы 2 дня. Вы меня слушаете? Вы должны прийти на это служение. Вы должны получить информацию. вы должны впустить в себя веру. Почему в церкви 30 тысяч, но лишь 5% приходят по средам, а остальные только по пятнице? Я не понимаю этого. Я не могу этого понять. Я понимаю, что есть основательные люди, которые готовы делать то, что нужно. Некоторые говорят, я это уже знаю, я это уже слышал, я это уже понял, и так далее, и тому подобное. А я думаю, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего, от слышания, 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 слышания. Мне нужно было пойти на работу. И некоторым из вас тоже нужно было идти на работу. Но вы нашли время для церкви. Некоторые из вас проделали длинный путь, чтобы быть здесь. Я не против того, чтобы люди делали то, что считают правильным. Мне потребовалось какое-то время, чтобы это понять. Но я вам хочу сказать, что услышав Божье Слово, вы обязательно должны реализовать его в своей жизни. Самая большая трагедия в том, что люди не используют то, что знают. Они страдают, несмотря на то, что ключ к решению проблемы у них в руках. Я просто призываю вас, давайте возьмемся за дело. Давайте возьмемся за дело сегодня. Почему мы не слышим свидетельства? Я хочу слышать свидетельства каждый день о том, как услышанные здесь принцип приносят в вашу жизнь благословения. Я верю, что Бог готов сделать это. Я верю, что Бог готов сделать нечто очень быстрое в вашей жизни, если вы позволите им. Найдите этот стих. Он проповедник, у него и спрашивайте. Он знает, где этот стих. Если вы знаете меня хоть немного, то вы знаете, что я никогда не скажу, где этот стих. Если хотите узнать, где этот стих, купите себе симфонию и потратьте время на то, чтобы найти его. Библия говорит, ищите и найдете. Пастор, вы бы не могли бы сказать мне, где этот стих? Нет. Во-первых, я не знаю, где этот стих. Во-вторых, даже если бы я знал, я бы вам не сказал. Сами делайте то, что сделал бы я. Включите компьютер или откройте симфонию. Сделайте то, что сделал бы я, чтобы найти этот стих. Где этот стих? Если ты мне скажешь, тогда я смогу сделать этот первый шаг. Иди, открой симфонию. Сейчас столько прекрасных инструментов, которые помогут вам найти то, что вам нужно. «Так найдем стих в доме». «Дом». «И так много?» Нужно искать. На прошлой неделе я искал один стих. Я летел в самолете. Не помню, что это был за стих. Какой-то стих о Святом Духе, о печати Святого Духа. Я подумал, «Понятия не имею, где может быть этот стих». Такое бывает. Стих, который часто читаешь, часто повторяешь. А потом, «Где же он?» Я начал с Матфея и воспользовался техникой скорочтения. Пролистал все Евангелие целиком. Парень, сидящий рядом со мной, спросил меня, «Что вы делаете?» Я сказал, «Еще один стих в Библии». И когда я нашел его, то сказал, «Слава Господу!» Он спросил, «Что произошло?» Я сказал, «Я искал, и я нашел». Уделите время поиску Бога. Убедитесь в выстанности этого обетования. Ищите и найдете. Не бросайте Библию. Библия говорит, «Ищите и найдете». Я найду. Аминь. Второй шаг. Вы должны просить у Бога то, в чем вы нуждаетесь. Кто-то скажет, «Это слишком простой». В общем, просто. Да, это так. Некоторые люди говорят, «У меня нет того, нет этого». А вы Бога когда-нибудь просили? Кажется, нет. Я жаловался, я плакал, но, кажется, я никогда не просил Бога. Второй шаг. Просите у Бога то, в чем вы нуждаетесь, и верьте в то, что получите это. Нужно просить у Бога то, в чем вы нуждаетесь, и верить в то, что получите это. Очень примечательная шестая глава Евангелия от Матфея. Давайте заглянем туда на минутку. Матфея 6, 32. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Можно сказать, «Пастор Доллар». Он ведь и так знает, в чем я нуждаюсь. Да, но все равно нужно просить. Конечно, Господь знает, в чем мы нуждаемся, даже до того, как мы попросим об этом. Но тем не менее, Он просит нас просить Его и сказал нам об этом в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. Давайте откроем Евангелии от Иоанна, в 16 главу. Но ведь Он и так знает, но Он сказал, что мы должны просить Его. Стих 23, 24. Это слова Иисуса. Он говорит, «И в тот день, вы должны понимать, что здесь происходит. Ветхий Завет уходит на второй план. На первый выходит новый. Но Он еще не вошел в силу, потому что Иисус еще жив. Он войдет в силу только после того, как Иисус будет распят и прольет кровь свою. Он находится в этом промежутке. Старое ушло, новое еще не наступило. Он еще жив. Он говорит в 23 стихе, «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем ни попросите Отца во имя Мое даст вам». Он говорит им, «Вы не будете просить Меня больше». Новозаветная молитва — это не молитва Иисусу. Новозаветная молитва — это не молитва Марии. Новозаветная молитва — это не молитва Святому Духу. Новозаветная молитва — это молитва Небесному Отцу. Святой Дух может помочь вам молиться Небесному Отцу. Вы должны молиться Небесному Отцу во имя Иисуса, но молитесь вы Отцу. Вы должны молиться Небесному Отцу. Это новозаветная молитва. Не молитесь никому, кроме Него. У нас нет этого учения о высшей силе Я был просто в шоке, когда начал работать в больнице Один больной сказал на первом богослужении «Моя высшая сила у моего кресла» Я чуть не сказал «Теперь понятно, сынок, почему ты здесь» Эта сила тебе совсем не помогла Потом ко мне пришел другой и сказал «Ты моя высшая сила» Я сказал «Нет, спасибо» Людей, которые берут на себя роль Бога, поражает молния Я не буду ничей высшей силой Я могу показать вам настоящую высшую силу В Иоанна 16 все четко и ясно И в тот день вы не спросите на ней ни о чем Когда начнет действовать новый завет Истинно, истинно говорю вам О чем не попросите Отца во имя Мое Даст вам Я просто должен задержаться на 23 стихе Это еще один простой способ получить ответ на молитву Просите Небесного Отца Во имя Иисуса И в чем обетование? Он даст вам просимое Вы представить себе не можете, как много христиан Не нашли времени, чтобы попросить Отца А вы просили Отца дать вам работу? Вы просили Отца? И как мы уже говорили, просить Отца нужно в соответствии с Божьей волей Я прошу тебя, Отец В соответствии с этим отрывком Священного Писания Дать это мне И Бог обещает дать просимое Нужна лишь вера Я верю, что получу то, что Он обещал Я верю, что Он исполнит, потому что Он обещал исполнить Давайте прочтем 24 стих Здесь написано Да ныне вы ничего не просили во имя Мое Просите И что? Чтобы что? Чтобы радость ваша была Совершенно Какие сильные слова Просите, чтобы получить Просите И будет вам Мне это так нравится Вдумайтесь в эти слова Просите, и будет вам Послушайте, как эти слова звучат в расширенном переводе Библии И когда наступит то время, вы не будете просить Меня Вам не нужно будет задавать Мне вопросов Уверяю вас, что говорю Святую Истину Мой Отец даст вам все, о чем вы бы не попросили во имя Мое В котором сущность Моя Бог дает нам то, в чем мы нуждаемся Вы должны радоваться и говорить Бог дал мне сегодня то, в чем я нуждался Бог дал мне сегодня то, в чем я нуждался Я лишь попросил Его И Он дал мне то, что мне было нужно В 24 стихе написано Да ныне вы ничего не просили во имя Мое Просите И получите Чтобы радость ваша Была совершенна Я читал книгу Смита Вигглсворта Он писал об одной волне, когда он проснулся с женой Его дети были больны Он поднялся в комнату детей Возложил на них руки Попросил Бога исцелить их Они встали, позавтракали и пошли в школу совершенно здоровыми Он пошел на работу в тот день Его начальница была изумлена Как он радовался Она спросила его Почему ты такой счастливый? Он ответил Потому что сегодня утром Мои дети были больны Я попросил Бога исцелить их И Он исцелил их Радость просто переполняет меня Потому что мой Бог услышал мою молитву Он исцелил моих детей Я просто переполнил их радостью Бог желает сделать вашу радость совершенной Его не нужно дополнительно мотивировать Чтобы Он дал вам то, о чем вы Его просите Аллилуйя Нет радости больше, чем та, которая приходит, когда Бог отвечает мне Разве бывает радость больше этой? Хочется петь и плясать, потому что Он дал вам то, о чем вы молились Просите и даст вам Зачем? Чтобы радость ваша была полной Почему она будет полной? Потому что Он ответил на вашу молитву Он хочет, чтобы ваша радость была полной Вы не будете в депрессии Когда Бог отвечает на ваши молитвы Но не нужно ждать ответа, прежде чем вы будете выражать свою радость Если вы действительно верите То вы можете радоваться уже сейчас Слава Богу Радость становится совершенной, когда Божий ответ проявляется в реальности Но все начинается с веры Здесь написано «просите», но это не значит, что вы должны просить об одном и том же вновь и вновь Продолжайте просить, когда возникают новые ситуации Продолжайте просить, просите об исцелении, просите об освобождении от греха Просите о финансах, просите за детей, просите, слава Богу Бога не утомят ваши обращения Это Его обетование Он говорит «Я уверяю вас в том, что дам вам просимое» Мне это напоминает завет Бог дает свое слово Я уверяю вас, что дам вам просимое Просите и будет вам Дабы радость ваша была совершенна Слава Богу, я бы составил список Просил ли я Бога увеличить мое благосостояние? Просил ли я Бога повысить мне должность? А что говорит Божье слово? Господь, ты сказал, что процветание приходит не с востока или запада Просветание приходит от тебя И я прошу у тебя процветания Аллилуйя Ты сказал, просите и будет вам Я принимаю свое процветание во имя Иисуса И радуюсь Друзья мои Здесь вы видите инструкцию, как получать ответ на молитву Нам нужно просто следовать этой инструкции Просите Отца во имя Иисуса Не просите Иисуса Некоторые из вас совсем запутались в троице Иисус, это то же самое Нет, не совсем По крайней мере, в отношении молитвы Ведь Он повелел нам просить Отца И делать это во имя Иисуса Слава Богу Во имя Иисуса Вечером я буду говорить о другом Утром я учу на одну тему А вечером на другую Вы будьте настолько полны слова Что вам захочется кого-то укусить Вчера я был настолько полон радости Что мне захотелось танцевать Сейчас танцуют не так, как это делали раньше Сейчас многое изменилось Раньше травой называли то Что растет на лужайке Теперь травой называют нечто совсем иное И трава бывает разная Но как здорово Что Божье Слово не меняется Божье Слово не меняется Да ныне вы ничего не просили во имя Мое В котором сущность Моя А теперь просите В любых ситуациях И получите 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 Кто-то спросит Что ты делаешь? Я учу вам размышлять над Божьим Словом Получите Получите Вы уйдете отсюда через 5 минут Пройдет 5 дней Получите Это настолько крепко засядет в вашем сердце Получите Радость переполняет вас Получите Вы видите Божью руку Получите Бог осуществляет сверхъестественное вмешательство Получите Кто-то говорит не получите А вы получите Меняются законы Вы выигрываете в суде Получите Получите У меня был один процесс в суде На меня подают в суд по крайней мере дважды в месяц На меня подавали в суд за убийство кошек За преследование людей Однажды я шел в суд Потому что на меня подала иск Психически больная женщина Судья сказал ей Если еще раз Подбеспокоишь этого человека Я тебя сам в тюрьму упеку И это стоит денег Если не прийти на суд То другая сторона выигрывает 7 шагов к получению ответа на молитву В прошлый раз мы говорили о первом шаге Речь идет о том Что необходимо для того Чтобы получать ответ на молитву Первый шаг Быть конкретным И твердо верить Божьим обетованиям Вас удивит количество людей Которые молятся Но не молятся о чем-то конкретном Вчера я призывал вас Записать два конкретных пункта Что конкретно вы хотели бы получить от Бога Меня поразило Сколько было свидетельств после этого Бог уже ответил на одну из ваших просьб Один человек свидетельствовал о том Что Бог дал и первое и второе Быть конкретным и твердо верить Божьим обетованиям То есть нужно определить Что вы хотите получить от Бога А потом нужно найти стих или стихи в Библии Которые ясно говорят о том Что Бог желает, чтобы у вас было просимое Нельзя говорить с Богом в общем Нужно быть очень конкретным И у вас обязательно должен быть стих Который относится к тому, о чем вы молитесь Вы можете воспользоваться компьютером Симфонией, справочником Чтобы найти этот стих Который касается того, о чем вы молитесь Друзья, этот шаг пропускать нельзя Библия учит нас Что когда мы молимся Мы должны молиться Божьим Словом То есть у нас Должно быть Слово, которое касается нашей просьбы Это вам очень поможет в будущем Ведь в молитве вы вступаете в битву В первом послании к Тимофею 6.10 Это называется подвигом веры Подвиг веры Это когда вы открываете уста и говорите то, что у вас сокрыто в сердце Но если у вас в сердце нет Божьего Слова То вам не совершить подвига веры Это еще одна причина, по которой вам так нужен этот стих Как не бывает веры без слова, так не может быть хорошей молитвы без слова Все растет из семени Вам нужно Божье Слово Но вам не только нужно Слово Божьего обетования Нельзя на этом останавливаться Вот я нашел обетование, теперь Бог даст мне то, о чем я молюсь Нет, совершенно не так Вам нужно сделать следующий шаг Вам нужно утвердить это Слово в своем сердце Вам нужно утвердиться в своем сердце Или укрепиться в сердце Наше сердце укрепляется упованием на Господа Если ваше сердце не утвердится в этом обетовании то когда вы столкнетесь с дьяволом, вам нечего будет сказать, ведь в вашем сердце ничего не будет. Если в сердце не будет слова, то в сердце появится сомнение или двоякость, то есть из вашего сердца выйдет не слово, а сомнение, которое утвердилось в нем вместо Божьего Слова. Найдите библейский стих, касающийся того, о чем вы молитесь, и размышляйте над ним. Запишите этот стих на карточке, которую можете взять с собой. Проведите одну или две недели в размышлении над этим стихом до тех пор, пока этот стих не начнет литься из вашего сердца. Знаете, когда стих начал литься из вашего сердца, значит, ваше сердце утвердилось. Размышляйте, пока не утвердитесь. В чем цель размышления? В том, чтобы утвердить истину в своем сердце. Утвердить ее в сердце. Христиане предпочитают делать иначе. Я нашел этот стих, я произнес его один раз, и все, хватит. Нет, нужно провести время в размышлениях над этим стихом. Вы должны выжить все из этого стиха. Вы должны выжить его так, чтобы он стал частью вашего сердца. И тогда, когда придет дьявол и начнет говорить что-то противное о вашей молитве, из вашего сердца потечет этот стих. Вот так мы и совершаем подвиг веры. Вы откройте уста и выпустите из них Божье Слово. Вы должны использовать этот стих на протяжении всей духовной битвы. Дьявол будет нападать, а вы будете отражать нападение этим стихом. Он будет нападать, а вы будете вновь отражать нападение Божьим Словом. Наступит момент, когда ваше сердце будет настолько утверждено в этом слове, что то, что внутри вас, будет для вас реальнее той ситуации, в которой вы оказались. Это сохранит вас в мире. У вас не будет стрессов. Все сходят с ума, а у вас на сердце покой. Вы хорошо спите, потому что вы достаточное размышление над этим словом. Итак, первый шаг к получению ответа на молитву — быть конкретным и твердой верить Божьим обетованиям. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. Здесь написано, что мы обретаем уверенность, когда молимся в соответствии с Божьей волей. Тогда мы знаем, что Бог слышит нас. То есть еще одна причина, по которой я размышляю над Божьим Словом, — это обретение уверенности. Нужно быть уверенным в том, о чем молишься. И для обретения этой уверенности нужно размышлять над этим словом днем и ночью. Есть то, что я называю молитвенной подготовкой. Молитвенная подготовка должна привести вас к молитвенному плану. То есть нужно буквально сесть и спланировать, какие стихи вы будете использовать в своей молитве. Давайте я прочитаю это. Я постоянно касаюсь этой темы. Давайте откроем послание к Ефесянам. Ефесянам, 6 глава. Давайте начнем с 13 стиха. Ефесянам 6, 13. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав в чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Апаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постояством и молением о всех святых». Обратите внимание, что Он призывает нас взять с собой, когда мы идем молиться. Он призывает нас взять с собой Божье Слово. Он призывает нас взять с собой Божье Слово. Когда вы идете молиться, вы должны взять с собой Божье Слово. Но традиционные устои привели к тому, что мы больше не берем с собой на молитву Божье Слово. Мы просто начинаем произносить молитву. Мы просто начинаем говорить с Богом, как с другом. И в этом нет ничего плохого. Но если вы хотите получить ответ на свою молитву, то вы должны взять с собой на молитву Божье Слово. Вы должны молиться Божьим Словом. То есть, когда вы молитесь, чем вы должны молиться? А значит, необходимо время для подготовки. Нужно время, чтобы определить, какие библейские стихи говорят о вашей ситуации. И как только вы нашли эти стихи, вы можете взять их с собой на молитву. Сначала вам, вероятно, придется молиться с включенным светом, чтобы иметь возможность прочесть этот стих. Но со временем этот стих утвердится в вашем сердце. Придет время, когда вам больше не понадобится зажигать свет и не понадобится читать, потому что ваше сердце утверждено в этой истине. Позвольте мне показать вам, что происходит, когда ваше сердце утверждено. Псалом 111. Я знаю, что это не совсем соответствует моей теме сегодня, но это очень полезно. 111 Псалом. Очень важно утвердить Божье Слово в своем сердце. Вам будет очень трудно поверить в то, что Бог даст вам то, о чем вы молитесь, если Божье Слово не утверждено в вашем сердце. Это и есть утвержденное сердце. 111 Псалом говорит о процветании праведников, об успехе праведников. В первом стихе написано, «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие богатства в доме Его. И правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благо Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам Своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведным. Не убоится худой молвы. Почему? Почему? Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Всякий раз, когда вы молитесь Божьим Словом, враг стремится запугать вас. И больше всего враг старается, чтобы молящиеся христиане боялись, что то, о чем они молятся, не исполнится. Поэтому вам и нужно молиться Божьим Словом, чтобы ваше сердце было утверждено в этом Слове. И тогда, когда дьявол постарается наполнить вас страхом, вы не испугаетесь, потому что вы уже наполнены Словом. Вы должны утвердиться в Слове, чтобы подготовиться ко дню битвы. Возможно, ваша битва и моя битва — это разные вещи. Но и я, и вы, мы должны быть утверждены в Божьем Слове. Мы должны быть убеждены в истинности Божьего Слова. Должны размышлять о Нем. Я понимаю, что мои слова для кого-то звучат очень безрадостно, но вы должны приготовить себя к битвам, которые вас ждут в этой жизни. Дьяволу не нравятся люди, которые молятся и умеют молиться здраво, в соответствии с Божьим Словом. Когда вы молитесь с умом, вы портите все его планы. Собственно, это мы и делаем на этой неделе. Мы портим все дьявольские планы. Слава Богу! Но вам нужна ваша Библия. Вам нужно читать Библию. Вы должны знать библейские стихи, которые затрагивают то, о чем вы просите в молитве. Возьмите это слово с собой в молитву. Наполните этим словом свое сердце. Ваше сердце утвердится в этом слове. И когда враг придет, чтобы противостать тому, о чем вы молитесь, или чтобы убедить вас в том, что-то не исполнится, вы всегда сможете обратиться к тому, что наполняет ваше сердце. Вы откройте свои уста и дадите ему отпор, излив на него то, что вы сокрыли в своем сердце. И семя даст всходы. У вас будет результат, потому что вы уверены в Божьем Слове. И если вы это понимаете, скажите «Аминь». Итак, второй шаг к получению ответов на наши молитвы. Мы говорили об этом вчера. Необходимо просить у Бога то, что вы желаете. Вчера мы пришли к тому, что зачастую люди просто не просят у Бога того, чего хотят. В Иоанна 16, 23 это сказано очень ясно. Новозаветная молитва в соответствии с Евангелематой Иоанна 16, 23, где написано «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, но теперь просите у Моего Отца во имя Иисуса». Мы уже говорили, что значит «во имя Иисуса». Просите Отца во имя Иисуса, и Он даст просимое вами. А потом в 24 стихе написано «Просите и получите», чтобы радость ваша была совершенна. Кто-то может возразить «Просить совсем не обязательно», но принцип новозаветной молитвы предельно ясен. «Просите Отца, ни Марию, ни Ангелов, ни Будду, ни Святого Духа, ни Иисуса. Просите Небесного Отца во имя Иисуса». Почему мы должны просить во имя Иисуса? Потому что никто не занимает на небесах такого положения, которое занимает Иисус. Он — наш адвокат. Он стоит между вами и Богом. Он — мост. Мы молимся во имя Иисуса, а не ради Иисуса. Вы благословляете еду не для Иисуса. Вы едите и благословляете пищу для себя. Аминь. Вы говорите «Отец, благослови этот стейк во имя Иисуса». Вы делаете это, чтобы благословить эту пищу. Не молитесь так «Господи, благослови эту пищу ради Христа». Христу ваш стейк не нужен. Когда мы попадаем в ту или иную ситуацию, мы должны задать себе вопрос «А попросил ли я Бога помочь мне в этой ситуации во имя Иисуса?» Потому что написано «Просите и получите». Просил ли я? Если вы столкнулись с какой-то трудностью, спросите себя «А я просил Бога?» Большинство людей думают «Раз уж ничего другое не помогает, можно и помолиться. Просил ли я Бога?» Спросите себя «Просил ли я Бога?» Здесь и кроется проблема. В Иоанна 16, 23, 24 Мы видим священную клятву. Эта клятва гласит «Когда ты просишь во имя Иисуса, Бог дает то, что ты просишь». Это то, о чем ты можешь Ему напомнить, когда столкнешься с трудностями. Это то, за что ты можешь прославлять Бога. «Бог, я просил во имя Иисуса, ты меня услышал, и я благодарен тебе за это». И когда ответ на эту молитву проявится в реальности, в вашей жизни будет полнота радости. Но до наступления полноты радости у вас должна быть радость по вере. Я не имею в виду неискреннюю радость. Я говорю о радости по вере. Это когда вы говорите «Я буду радоваться, потому что верю, что получу просимое. Я буду веселиться. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, слава Богу, ха-ха-ха, хи-хи-хи, слава Богу». Но когда просимое вами проявится в реальности, ваше «Ха-ха-ха» превратится в «ха-ха-ха», понимаете? Потому что радость становится совершенной, когда вы видите проявление Божьего ответа на вашу молитву. Но до этого мы живем верой. Итак, мы говорили о том, насколько важно просить во имя Иисуса, просить, искать и стучать. Это очень важно. Мы должны просить Бога. Мы должны просить Бога во имя Иисуса, и Он исполнит нашу просьбу. Евангелие от Иоанна 16, 23 и 24. Эти принципы будут действовать всегда. Нужно лишь воспользоваться этими принципами. Если вы хотите получить что-то от Бога, спросите себя, «А просил ли я об этом Бога?» Вы просили правительство, вы просили банк, но просили ли вы Бога? Он обязательно исполнит вашу просьбу. Сегодня мы начнем разговор о третьем шаге. Третий шаг — это нечто не совсем осязаемое. Зачастую, даже когда вы правильно молитесь, ваша молитва может потерять свою силу после того, как вы завершите молиться. То, что вы делаете после молитвы, определяет, какой будет эта молитва успешной или безрезультатной. Итак, третий шаг к получению ответа на молитву, равный предыдущим по важности. Это позитивное мышление. Мыслите позитивно. Я бы хотел, чтобы сейчас вы кое о чем поразмышляли. Когда я говорю о том, что вы должны быть позитивными в ваших мыслях, я имею в виду, что каждая ваша мысль должна подтверждать вашу уверенность в том, что вы получили просимое. Каждая ваша мысль, каждое ваше желание должно подтверждать, что вы уже получили просимое. После того, как вы помолились с верой и в соответствии с Божьим Словом, никогда не допускайте и тени сомнения в своей мысли. Вы должны привести свое мышление в соответствии со своей верой. После того, как вы помолились и попросили Бога о чем-то, никогда не допускайте, чтобы в ваших мыслях оставались сомнения. Ваши мысли во время молитвы крайне важны, потому что от этих мыслей зависит, исполнится ли то, о чем вы просите. А потому я не допущу мыслей о неудаче. Поэтому волнение недопустимо. Поэтому Бог против того, чтобы мы волновались. Ведь волнение — это отрицательная форма размышления. Если вы будете больше размышлять о проблемах, а не о слове, тогда это размышление о проблеме сформирует в вашем мышлении образ. А когда этот образ сформируется, ничто не помешает этому образу реализоваться в реальность вашей жизни. Авраам был готов убить своего единственного сына, но при этом в его мыслях был образ того, как Бог воскрешает его сына из мертвых. В его мыслях не было образа убийства своего сына. В противном случае он бы сделал это. Его образ был позитивным и соответствовал Божьему обетованию. Вы когда-нибудь замечали за собой слова типа «Я не могу представить, что однажды буду жить в таком доме?» Я бы ответил «Точно не будешь». Точно не будешь. Потому что до тех пор, пока ты не сможешь этого увидеть, ты не сможешь этого получить. Необходимо осознать силу воображения. Поразительно, как другие организации или даже секты берут то, что дал нам Бог. И из-за нашего невежества они используют это. А мы отказываемся использовать, потому что думаем, что это сделает нас подобными им. Бог наделил каждого человека воображением, чтобы человек мог создавать образ, из которого затем вырастает будущее. Это как в магазине семян. Вы покупаете пакет семян, на котором видите образ будущего плода. Вы должны столько размышлять над Божьим словом, чтобы у вас появился образ того, как будет выглядеть ответ на эту молитву. У вас должен быть образ того, как все будет, когда ответ на вашу молитву проявится в вашей жизни. Нельзя допустить, чтобы в ваших мыслях оставался негативный образ. Размышляйте над Божьим словом. Есть еще одна причина, по которой мы должны наполнять себя Божьим словом, чтобы мы могли отбиваться от этих негативных образов. Есть еще одна причина, по которой мы должны размышлять над Божьим словом и проводить с Ним время, чтобы создавать в своем воображении образ, который будет становиться реальностью в нашей жизни, по мере того, как будет проявляться ответ на нашу молитву. Помните, что молитва — это когда вы говорите Богу то, что Он уже сказал в Своем слове. И для того, чтобы наша молитва стала эффективной, мы должны это понимать. Для того, чтобы получить ответ, мы должны приложить усилия. Необходимо сфокусировать свои мысли на Божьем слове. Если в молитве вы используете Божье слово, которое обещает вам решение ваших проблем, то вы должны полностью сосредоточиться на этом слове. Давайте прочтем несколько стихов Священного Писания, которые касаются этого. Давайте откроем Иакова, 4 главу, 7 стих. «Если что, остановите меня. Иногда, когда я увлекаюсь, я словно погружаюсь в свой мир, и это меня уводит в сторону от основной темы. Я хожу и поглядываю на вас время от времени, но на самом деле мои мысли где-то там. Вы понимаете, о чем я учу? Вы успеваете за мной? Слава Богу за записи проповеди». Иакова, 4 глава. «Слава Иисусу», 7 стих. «Если вы понимаете, как побеждать дьявола, вы будете побеждать всегда». Мне кажется, даже не кажется, я абсолютно уверен, что самое сильное в жизни христианина — это сильная молитва. Представьте себе, чего вы сможете достичь, если будете уметь молиться. Просто представьте, что-то идет не так, но вдруг все преображается, и все благодаря вашей молитве. У дьявола не получается то, что он задумал. Иакова, 4, 7. Давайте прочитаем 7 стих вместе. Готовы? «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». «И что?» «И что?» В расширенном переводе написано «Подчинитесь Богу, противостаньте дьяволу, встаньте у него на пути, и он убежит от вас». И это значит, он побежит от вас в страхе. Так как же мы можем заставить дьявола побежать от нас в страхе? Ему удается порой заставить нас бежать от него в страхе. Как же нам заставить его бежать от нас в страхе? Я думаю, что больше всего сатана боится умного и хорошо информированного христианина. Вот чего он боится. Его не страшат эмоции, которыми мы порой увлекаемся в церкви. Он боится христианина, который понимает, кто он такой, и понимает, как действовать в этой системе. Библия говорит, что прежде чем вы попытаетесь противостать дьяволу, противостать значит противиться или противоборствовать. Прежде чем вы сможете противостать дьяволу, подчините себя Богу. Убедитесь, что вы на одной стороне с Богом. Убедитесь, что вы подчинили себя в вашем случае Его Слову. Я покоряюсь тому, что говорит Божье Слово. Я не сомневаюсь в нем. Я покоряюсь Слову. Я покорился Слову. И это Слово я использую в качестве оружия против дьявола. Если я собираюсь бороться с дьяволом, чем я буду бороться с ним? Я буду бороться с ним с помощью Его Слова, которому я покорился. Итак, я молюсь, используя Божье Слово. Потом против меня выходит дьявол, а я говорю, я покорился этому Слову, а он вновь нападает на меня. Я приведу хороший пример. Это был Петр. Петр шел по воде. Вы знаете, что человек не может ходить по воде. Никакой человек не может ходить по воде. Как же ему удалось пойти по воде? Смотрите-ка. Петр сказал, Иисус шел по воде. Они думали, что это его дух. Они увидели его и не поверили, что это действительно был Иисус, потому что они никогда не видели, чтобы человек ходил по воде. Просто представьте себе, никто до этого не ходил по воде. Иисус сказал, это я, я иду по воде. Петр сказал, я не называю тебя лжецом, но если это действительно ты, то возьми и меня с собой. Видите, что он сказал Иисусу? У Петра не доставало веры, чтобы самому пойти по воде. Но смотрите, что он делает. Он ставит Иисуса в безвыходное положение. Он говорит, если это действительно ты, то возьми меня с собой. То есть Иисус должен сделать так, чтобы и Петр смог пойти по воде, чтобы доказать, что это действительно он. А что он еще мог сказать? Это не я? Он мог сказать Петру лишь одно, приди. Почему? Это я. Идем. Это я. И на основании этого одного слова, которое вышло из уст Иисуса, идем, это я. Петр, взирая на Иисуса, починил себя слову Иисуса. Идем. Он делает шаг и бросает вызов к притяжению земли, потому что действует закон более великий, закон Божьего слова. Действует более великий закон. Вы понимаете, о чем я говорю? Закон Божьего слова выше любого иного закона, действующего в физической сфере. Если вы понимаете, как действовать согласно этому закону, слава Богу. Он сделал шаг и пошел вопреки закону гравитации, починившись слову Идем. И он продолжал идти. А потом кто-то говорит, лишь Иисус может ходить по воде. Не зная, сколько шагов он сделал, но он шел по воде. Петр является символом церкви, слава Богу. В нас заложена способность бросать вызов в законы притяжения земли. Закон подъемной силы в авиации уже преодолел закон притяжения земли. Если закон существует, это еще не значит, что вы должны ему подчиняться. Если вы нашли закон сильнее, который отменяет этот первый закон. Закон Божьего слова сильнее закона нищеты, закона бедности, закона болезни, закона немощи, закона проблем. Есть закон сильнее всех этих законов, и он у вас в руках. Вы просто должны научиться им воспользоваться. И тогда вы сможете сделать шаг вопреки некоторым законам, которые накладывают на вас ограничения. Вы меня слушаете. Итак, он вышел на воду, не сводя глаз с Иисуса. Взирайте на Иисуса, и он сохранит вас в совершенном мире и покое. Он идет, а дьявол разрывает от злости, потому что этот человек понял, что может сделать то, что считал невозможным. Он делает на основании Божьего слова. Посмотрите, что он говорит. Этот человек сфокусировался на Божьем слове. Мне нужно предложить ему альтернативу. Я должен дать ему что-то иное. Итак, он идет по воде, а дьявол говорит, посмотри на ветер. Вот то, чего я не понимаю. Какое отношение ветер имеет к тому, что он идет по воде? Ведь ветер дул и тогда, когда он мог идти по воде. Ветер не может помешать ему ходить по воде. Ветер никак не влияет. Сатане нужно было лишь отвлечь его внимание хоть на что-то. Иисус говорит, приди, Сатана говорит, никто не может ходить по воде, посмотри, какой сильный ветер. Ветер лишь указал ему на то, что он делает нечто, что ранее считал невозможным. И как только он это увидел, никто не может ходить по воде, он сразу пошел ко дну. Иисус тут же его подхватил. Мне кажется, люди не понимают, что потом они пошли вместе. Вот что Бог пытается показать вам. Даже если вы упадете, то Слово, Его Слово поднимет вас. Слово поднимет вас. Слово поднимет вас, потому что вы должны идти вместе со Словом, а не с тем, что вы ощущаете своими органами чувств. Сатана будет стараться вселить в вас сомнения, используя ваши чувства и эмоции, чтобы вы не устояли на Божьем Слове. Вот в чем и состоит духовная война. «Покоритесь Богу! Противостаньте дьяволу!» Что должен был бы сделать Петр, когда Сатана сказал, «Дует ветер!» Ему нужно было бы сказать, «Ну и что? Меня позвал Иисус! Разве не видишь эти волны? Ну и что? Меня позвал Иисус!» Ему нужно было держаться Слово. Он отошел от Слова и уже больше не мог противостать дьяволу. Если бы он продолжал стоять на Слове, Сатана бы убежал от него в страхе. Вопрос, почему бы он побежал в страхе? Потому что встретил человека, который поступает, как Иисус. А это значит, что этот человек может задать ему хорошую трепку, так же, как это сделал Иисус. И когда вы прикрыты Божьей броней, дьявол не будет приоткрывать ваш шлем, чтобы посмотреть, кто за этой броней, вы или Иисус. Потому что, когда на вас эта броня, вы сильны так же, как и Он. Когда на вас броня Божьего Слова, дьявол не знает, это вы или Иисус. Он не будет рисковать, а потому убежит в страхе. Когда бес перешел от одного дома к другому, он встретил других бесов на крыльце. Он подумал, «Я смогу войти в этот дом, потому что я силен и страшен». А бесы, стоящие на крыльце, говорят ему, «Нет, не заходи туда, не заходи, посмотри, что они сделали с нами. Не заходи туда, они знают свои права». Но этот бес подумал, «Со мной они не справятся». И когда он вошел, люди в этом доме сказали ему, «Ты что, совсем с ума сошел? У тебя есть свидетельство о рождении? Ты в курсе вообще, что я знаю, кто я? Я готов сказать «Аллилуйя» тысячу раз для начала. А после этого я тысячу раз воскликну «Слава Господу!» А потом я покажу, что я полон Божьего Слова. Не заходи в мой дом с сомнением и неверием. Ты понимаешь, кто я? Я знаю, кто я. Ты надеешься, что я не знаю, кто я? Но ты опоздал. Другие бесы встречают этого беса на выходе. «Мы же тебе предупреждали, придется идти к другому дому, потому что в этом доме нам ловить нечего». Они хорошо проинформированы и послушны Божьему Слову. Мы не можем их остановить. «Корабли крушения» Павел идет дальше. «Ужалила змея» Павел идет дальше. «Посадили в тюрьму» Павел не отчаивается. Павел сказал такие чудесные слова. «Ничто не может отделить нас от Божьего Слова». И потом он перечислил все то, что Бог для него сделал. И он говорит, что благодаря этому мы победители во Христе Иисусе, который возлюбил нас. Мы должны уметь противостоять дьяволу. И для этого мы должны использовать Божье Слово. Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих. «У вас есть враг. Он стремится раздавить это Слово». Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Это значит, дьявол не может поглотить любого и знает об этом. Поэтому ему приходится искать. «Он подойдет к вам так же, как подошел к Адаму». Действительно ли Бог сказал? «Он подойдет к вам так же, как подошел к Иисусу. Если ты действительно...» То есть он будет проверять вас на прочность. «Ты действительно считаешь, что Бог ответил на твою молитву? Разве такое возможно в кризис?» Ты действительно в это веришь? И то, как вы отреагируете на эти негативные слова, будет определять, сможет ли он поглотить вас. Ваше отношение к этим словам будет определять, останется ли он или убежит. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «У всех бывают неудачные плохие дни, и у каждого бывает возможность проверить свою веру на прочность. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. Вот что здесь написано. «Для того, чтобы сфокусировать свои мысли на ответе, нужно прежде сфокусировать их на Божьем Слове». Вот что здесь написано, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Что это за чувствование? «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Он говорит, что мы должны сосредоточиться полностью на Его Слове, чтобы сосредоточить свои мысли на Нем. И тогда у вас будут такие же мысли, которые были у Христа Иисуса, те мысли, о которых говорит Божье Слово. Колоссянам 3, 2. Колоссянам, глава 3, 2 стих. Во 2 стихе написано, «О горнем помышляйте, а не о земном». «О горнем помышляйте, а не о земном». В расширенном переводе Библии написано, «Для этого мира вы умерли, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге». Это третий стих. А во втором стихе написано, «Сфокусируйте свои мысли на горнем, на более высоком, а не на земном». Сфокусируйте свои мысли на Божьем Слове и не теряйте фокуса. Не фокусируйте свои мысли на земном, а на горнем, которое есть в Божьем Слово. Притч 23, 7. «Каковы мысли в душе Его, таков и Он». «Каковы мысли в душе Его, таков и Он». Противостаньте сомнениям. Они от дьявола. Сомнения от дьявола. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что сомнения приходят от дьявола. Для того, чтобы ваша молитва была успешной, вы должны избавиться от любого образа, любой мысли, любой картины, любого впечатления, любого чувства, которое не способствует укреплению вашей веры и не подтверждает, что вы получите от Бога просимое. Вы должны избавиться от этого. Вы должны стереть это. Вы должны выкинуть это. вы должны удалить из себя все, что не подтверждает, что вы получите то, что просили у Бога. Это должно уйти. Нельзя верить, но при этом думать, «Да, но...» Так ничего у вас не получится. Совсем ничего. Вы должны держаться того Слова, которому себя подчинили. Отвергайте все, что противоречит Божьему Слову. Все, что противоречит Божьему Слову. От дьявола. Ответ на молитву приходит на основании Божьего Слова, а не на основании чувств. Пожалуйста, поймите это. Ответ на молитву приходит на основании Божьего Слова, а не на основании чувств. Я сказал это несколько раз. И вы можете сказать, «Я чувствую, что сегодня утром мы добились серьезного прорыва в молитве». Или «Я чувствую, Бог услышал нас». Чувство не должно быть основанием для вашей уверенности в том, что Бог услышал вас. Не чувство, а Божье Слово определяет, дошла ли до Бога ваша молитва. У вас может быть другое чувство. У меня бывали моменты, когда, завершив молитву, я не чувствовал ничего, кроме усталости. У меня не было этого приподнятого настроения. Иногда у людей на молитве бывает такое. А я говорил, «Слава Богу, молитва закончилась». Но я знал, что молился по Слову. Возможно, физически я не осознавал этого. Возможно, я просто не очень хорошо себя чувствовал, но я молился по Слову. Я уверен, что моя молитва действует, потому что я молился по Слову, а не потому что чувствую что-то. Возможно, и у вас так будет, хотя, пожалуй, вы все идеальны. И только я такой несовершенный. Иногда я просыпаюсь уже усталым. Но я не говорю, потому что я устал, Бог меня не услышит. Я беру Божье Слово и говорю, «Слава Богу». Хотя иногда выходит так, «Слава Богу». Слава Богу, спасибо за кровь Иисуса. За кровь Иисуса благодарю тебя, Господи. Перевернусь на другой бок, может быть, это поможет. Я не буду полагаться на свои эмоции. Я буду молиться Божьим Словом. Я буду верить. Так как я молился в соответствии с Божьим Словом, Бог услышал меня и обязательно даст то, что я просил у Него. Аминь. Но порой, когда я молюсь Божьим Словом, мое физическое состояние меняется. Божье присутствие проявляет себя, и человек начинает ощущать себя иначе. И человек принимается за то, что он должен сделать. Душа наполняется покоем. В следующий раз я расскажу, как обрести совершенный покой в молитве. Если вы не планировали прийти сегодня, скажу, что в следующий раз речь пойдет о иных языках, их роли в молитве. Мы будем говорить о Святом Духе. А говори не на иных языках. Что это значит и для чего это нужно. Вот о чем пойдет речь. Люди так боятся этого, потому что об этом зачастую учили неправильно. У нас сформировалось неправильное представление о Святом Духе и говори не на иных языках. Но вы должны понимать, что он самая важная составляющая молитвы. Без него ничего не выйдет. Давайте перейдем к четвертому шагу. Я надеюсь, вы поняли третий шаг. Шаг четвертый. Шаг четвертый является своего рода продолжением третьего шага. Храните свой разум. Оберегайте свой разум. Мы говорили о том, что необходимо мыслить позитивно. А сейчас речь идет о необходимости защитить свой разум от негативных мыслей. Вы должны защищаться от любых злых мыслей, которые пытаются проникнуть в ваш разум с тем, чтобы заставить вас усомниться в Божьем Слове. И этих мыслей много. И они все стараются заставить вас усомниться в истинности Божьего Слова. Здесь возникает вопрос. Как я на практике могу эффективно отражать атаки негативных мыслей? Эти мысли пытаются проникнуть в мой разум, чтобы заставить меня усомниться в Божьем Слове Десятая глава второго послания Коринфянам Это лучший отрывок Библии на эту тему Второе Коринфянам, десятая глава Да, Иисус Аллилуйя Второе Коринфянам Десятая глава, пятый стих Давайте прочтем пятый стих вместе вслух Готовы читаем И всякое превозношение восстающей против познания Божия И пленяем всякое помышление в послушании Христу Обратите внимание, здесь написано, что обязательно будет нечто Что постарается восстать против познания Божия Или против Божьего Слова В молитве вы используете Божье Слово и должны осознавать Что к вам могут прийти мысли, противоречащие Божьему Слову Так сатана и запустил грех в этот мир Пришла мысль, восставшая против Божьего Слова Самое мощное оружие дьявола Это не то, что он может сдвинуть с места пепельницу Самое сильное оружие дьявола — это искушение Самое сильное оружие в его арсенале — это искушение И искушает он по-разному Бог говорит нам в этом стихе Священного Писания Что у нас есть власть Свергать любые мысли Противоречащие Божьему Слову Он также открывает нам, что нам дана власть Пленять мысли В детстве я не знал, что у нас есть власть над своими мыслями Я думал, разве может человек контролировать Какие мысли у него в голове Я не могу контролировать свои мысли Никогда не забуду, как я пошел в большой продуктовый магазин Передо мной стояла пожилая женщина И у меня в голове возникла мысль «Интересно, что будет, если я ее шлепну?» Как ужасно Мне так стыдно за эту мысль Это просто ужасно Как такое могло прийти мне в голову? Как такое могло прийти мне в голову, что будет, если я ее шлепну? Разве это не ужасно? Это просто кошмар Сумасшедшая мысль Но это заставило меня заняться изучением этой мысли Господи, я не могу сделать это Я не могу пойти на поводу у этой мысли Я подумал Я не знаю, откуда появилась эта мысль Но не могу с ней ничего поделать А потом, когда я занялся этим вопросом Я нашел слова брата Хейгена на эту тему Он сказал «Ты не можешь запретить птицам летать над твоей головой Но ты в силах не допустить, чтобы они свили гнездо на твоей голове» Я понял, что у меня есть власть над своими мыслями Потом я нашел этот стих во втором послании Коринфина Я увидел, что мы можем пленять мысли Я думал, что могу пленять мысль другой мыслью Мысль приходит И я пытаюсь победить эту мысль Другой мыслью То есть для окружающих меня людей я выгляжу следующим образом Люди думают, что я сошел с ума Кроме того, этот метод не работает А потом я узнал то, что изменило мою жизнь Нельзя пленить одну мысль другой Мысль можно пленить словами Ваши уста могут набросить сеть слов Чтобы пленить мысль Я использую следующую иллюстрацию Посчитайте про себя от одного до десяти А теперь произнесите свое имя Скажите его еще раз Что произошло с вашим счетом? Он прекратился, не так ли? Нечто происходило в вашей голове, но это прекратилось Когда это прекратилось? Когда вы открыли свои уста И произнесли какие-то слова То же самое происходит, когда дьявол говорит Бог не ответит на твою молитву Не слушай его А извергните эту мысль, сказав Нет, Библия говорит в Евангелии от Иоанна 16, 23 Что если я попрошу Отца во имя Иисуса Он даст мне то, что я прошу Знаете, что сразу произошло? Эта негативная мысль прекратила свое действие Вы заменили ее мыслью, которую хотели поместить в свою голову Вы пленили эту негативную мысль, чтобы она не могла действовать дальше Развиваясь и подготавливая дорогу для других мыслей Которые впоследствии создадут твердыню Эта твердыня появляется, когда одна мысль соединяется с другой Вы можете пленить эти мысли Вы можете поймать эти мысли Вы можете заставить их подчиниться Божьему Слову Если просто откройте свои уста И произнесете слово, которое сокрушит эти мысли Если вы этого не сделаете Тогда мысль останется, и придут другие подобные мысли И пройдет не так много времени, когда в вашей голове появится целый дом Наполненный этими мыслями В вашем разуме появится твердыня Твердыня существует в разуме человека Люди, которые страдают от различных форм зависимости, от наркомании, эмоциональной зависимости Стали жертвами твердыни в их разуме Которая появилась, потому что они не знали Как побороть эти мысли и заставить их подчиниться Божьему Слову Это очень просто Нужно открыть уста и сказать это слово И вот вам еще одна причина, по которой мы должны размышлять над Божьим Словом Мы должны наполнить им свое сердце Подвиг веры Это когда мы побеждаем плохую мысль И приняем ее, заставляя подчиниться Божьему Слову Но если вы не будете использовать в молитве Божье Слово Когда придут негативные мысли И когда вам придется бороться У вас не будет сети, чтобы набросить на эти мысли Люди хотят выглядеть набожными Но отказываются от знания Божьего Слова Божье Слово это мешочек с семенами Из которого вырастает все то, о чем вы просите в своих молитвах И вы не будете успешными в молитве без Божьего Слова Этого просто никогда не будет Я прошу прощения, что был излишне эмоционален, говоря это Но я видел столько испорченных жизней Чем больше вы подпитываете свои религиозные эмоции Тем больше у вас будет негативных эмоций В трудных ситуациях Потому что вы подпитываете эти эмоции Мы должны понимать Что только играя по правилам Мы можем добиться результата Мы должны использовать свои знания Однажды, когда я не мог громко говорить Я понял, что моя самая эффективная молитва Была произнесена Богу шепотом Кто-то, возможно, скажет Я буду молиться так громко, что меня услышат на небесах Знаете что? Что-то моя молитва не поднимается выше этой крыши Ей не нужно подниматься и выше вашего носа Если вы будете молиться по слову Ведь тот, кому нужно услышать вас Находится внутри вас Простите, все эти молитвенные конференции Все эти молитвенные мероприятия В ближайшем будущем я буду говорить об одном пункте Который упоминал Иисус в связи с молитвой Он сказал Не привлекайте к себе внимания Это то, что Иисус сказал о молитве Не привлекайте к себе внимания Он говорил, что молиться нужно в тайне А я вижу, как многие люди стараются своей молитвой Привлечь к себе внимание Они делают в молитве какие-то странные вещи Эти вещи не просто странные Они абсолютно ненормальные Недуховные Это просто смешно Перестаньте От этого молитва не станет сильнее Перестаньте Это не работает Это не работает Это не работает Вы просто создаете лишний шум Вы привлекаете слишком много внимания к себе Кроме того, мешаете окружающим Это не работает Это очень серьезная проблема Люди молятся, привлекая к себе внимание Это огорчает Святого Духа Когда вы молитесь, привлекая к себе внимание Или когда вы молитесь, чтобы привлечь к себе внимание Иисус очень много об этом говорил Он говорил Если вы молитесь, чтобы привлечь к себе внимание Знаете, что вы получаете? И если на вас обратили внимание, вы уже получили свое вознаграждение. Ваше вознаграждение — это внимание людей. Что он еще говорил? Он говорил, молитесь в тайне. То есть молитесь, не привлекая к себе внимания. На протяжении многих лет я наблюдаю за тем, что люди все больше и больше хотят привлекать к себе внимание своей молитвой. Они хотят казаться мощными воинами молитвы. Я помазан. А на самом деле это проявление неуверенности в себе. Человек пытается хоть как-то доказать себе, что он что-то из себя представляет. Он представляет себя другим королем молитвы. Бог хочет, чтобы все мы были настоящими королями и королевами молитвы. Он желает, чтобы мы все общались с Ним. Мы были созданы для того, чтобы общаться с Небесным Отцом. Поэтому Он создал нас всех. Нигде в Библии, где речь идет о дарах и призвании, молитва не называется даром или призванием. Почему? Потому что Иисус заповедал нам молиться. Он всем нам повелел молиться. Надеюсь, я не испортил вам ваше новое молитвенное служение. Не знаю, что думаете об этом вы, но я считаю, что нет ничего хуже, чем группа людей, которые без конца молятся, но молятся безрезультатно. Их жизнь разрушена. Ты сильный воин молитвы, но не смог сохранить свой брак. Ты сильный воин молитвы, но не смог обрести Божье исцеление. Все эти молитвы по 5-10 часов в день, все впустую. Значит, что-то где-то не так. Не так, как должно быть. Мне кажется, у меня не прибавилось друзей после этой проповеди. Послание к филиппинцам, 4 глава, 8 стих. Не поймите меня неправильно. Я не призываю вас прекратить молиться на иных языках и молиться громко. Чтобы равновесить сказанное мной сегодня, я буду читать об усиленной молитве. Что значит молиться усиленной молитвой? Если молишься усердно, конечно, будешь молиться громко. Это будет в самый раз для такой молитвы. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что нельзя молиться, чтобы привлечь к себе внимание. Как некоторые по ходу молитвы выполняют балетный па или раскручивают платок в руке во время молитвы. Я не говорю о громкой молитве на иных языках. Мы все громко молимся на иных языках. Конечно, вот такую молитву на иных языках нельзя назвать усиленной. Я могу так молиться не более трех секунд. Голос усиливается сам и становится громким. Вы понимаете, что я имею в виду, те дополнительные ненужные движения, которые выполняют люди. Однажды я наблюдал за одной молитвенной группой. Они вышли к алтарю и стали делать такие вещи. Мне-то хотелось выйти и отшлепать их хорошенько. Где вы этого набрались? Они вышли вперед и стали вытворять вот такое. Прочитали где-то в Ветхом Завете. В Новом Завете так не молятся. Это не помогает ни вам, ни тем, с кем вы молитесь. Где Библия говорит об этом? В Ветхом Завете. Дружище, это Ветхозаветная молитва. И Иисус пришел и утвердил новозаветную молитву. Теперь мы должны молиться через Него. Читайте то, что о молитве говорил Иисус. Я скоро буду учить об этом, о том, что говорил о молитве Иисус. И мы будем следовать учению Иисуса о молитве. Слава Богу, что и Давид тоже молился. Но Давид не Иисус. Слава Богу, что Даниил молился три раза в день. Но он не молился во имя Иисуса, потому что Иисуса не было на земле тогда. И Иисус еще не был распят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова